Давно мы не были в Костково. Давайте пойдем, может, что-то посмотрим. Новенькое появилось. Достаем карточку, без которой, как вы знаете, никак не войти. Ну и идем, что ли? Ага. Испанцы готовятся к празднику. День мамы. Смотрите, сколько завезли цветов. И очень даже такие неплохие. Смотрите, какое прикольное покрывало на кровать. 60 евро. Качество очень классное. Вообще, я знаю, что эта фирма очень хорошая по качеству. Ой, вообще такое мягенькое-мягенькое. И полотенца их тоже классные. А вот это, походу, коврик в ванную. В этот раз мы хотим взять себе баночку Омеги-3. Вот такой вот. Кто брал, знает, хорошая или нет. Мне сказали, что очень хорошая. И тут дают попробовать витаминки. Ну, как тебе? Вкусная? Да. Да? Для иммунной системы? Давай, с при вкусом лимона. Но надо. Понятно. Мы покупали вот эти вот пюрешки. И в прошлый раз брали вот эти. Но эти вот это просто вот как яблочное пюре. Сто процентное био. Короче, они здесь показаны вроде как разные. Но они идут все одинаковые. Вон уже тоже открыли. Тут какое-то... Не знаю даже. У нас все яблочные попались. Может, была другая упаковка. Но очень вкусно. Натуральное, натуральное. Мне даже больше понравились, чем эти. И тут вон тоже пооткрывали. Ну, вот бессовестные люди, правда? Мексиканский какой-то наборчик. Вот так вот смотрится. Вот это вот что-то новенькое. Такое не видела. Тоже. Так, что здесь еще у нас интересного? Соус чили. Кстати, продается последний раз. Может взять попробовать. Хотя неизвестно, какой он будет. Хотя, с другой стороны, если не попробуешь, не узнаешь. Вот это обожаю, это масло. Смотрите, какое. То есть это купишь, я не знаю. Наверное, на 10 лет хватит. А вот есть соус сезама. Боже, сезам. Как это? С кунжута. Да, я как эти, знаете, которые приезжают после месяца за границей. И не помнят, как называется. Как слова называются. Вот интересно, вкусный будет или нет. 14 евро литр. Мне кажется, должно быть неплохо. Соевый соус. Киккоман. Самый классный, на мой взгляд. Вот этот вот. Литр за 7,29. Так. Ух ты. Соус из малины. С... Короче, с острым перцем. Ой, на вот это вот масло скидка. Оно такое классное. Смотрите, какая красота. Это даже вот на подарок. Просто шикарно. Скажите. А вот такое же масло, только с трюфелем. Пол-литра. 7,99. Ну, смотрится просто. Очень красиво. Мои родственники забрали у меня тачку. И я теперь иду, как будто что-то забыла где-то. Смотрите, сколько риса. 3,3 килограмма. 8,59. Нормальная цена. Если бы у меня дома, кроме меня, кто-то любил вяленые помидоры, я бы обязательно купила эту баночку. А так я боюсь, что я ее открою, и они просто пропадут. По такой-то цене. Шикарно. Очень классная цена на кино. Вот. 1,1 килограмма. 5,49. Я ее покупала. Она классная. И Чия тоже классная. 900 грамм. 6,59. Догоняем наших родственников. Вот такие вот мешочки сахара. 33,25 евро. И сейчас я вам покажу еще раз. Уже, наверное, я показывала. Если вы увидите вот эти вот артишоки, обязательно возьмите их попробовать. Они такие вкусные. Ну, короче, я вкуснее не ела. Две банки. 7,49. Так. Пойдемте дальше. Консервированные сосиски. Три банки за 10 евро. Любителям табаско. Смотрите, какая баня еще. А? 6,49. У меня муж-любитель. Ой, смотрите, какая соль. Пикантная. Класс. Так. Шафран. Шафран, шафран, шафран. 1 грамм. 9,49. Если вы любите паэлью, стопудов надо покупать. Потому что он всегда добавляется в паэлью. Немножко. Потому что если добавить много, будет невкусно. Ух ты. Смотрите, какой чеснок. В каких-то таких гранулах. А он еще какой-то влажный внутри. Первый раз вижу. А, это да, чеснок в гранулах в воде. 8 евро. Все понятно? А вот тоже специи для паэльи. Очень классные. А вот и сухой чеснок. Видите? Ну, они намного дешевле. А тут целая куча вещей. Любимый отдел моей Маши. Вот эти вот всякие хлопья. Ну, хотя, что скрывать, я тоже люблю. Вот эти вкусные хлопья. А вот эти вот, кстати, я хотела попробовать купить. Попробуем хлопья. Давай такие. Мы такие еще не брали. Так. И еще. Смотрите, какая штука. Арахисовое масло. С кусочками арахисов. Что, меняешь? Или ты возьмешь и такие, и такие? Ну, папа сказал, и такие. Ну, ясно. Так. А это что такое? Красота слевая. Это... Я не знаю. А, это для декораций. Топпинг какой-то. Шоколадный, наверное. Вот это вот вареная сгущенка по цене 5,29 за килограмм. Представляете, какая красота? Ну, и вот это вот масло, которое я всегда покупаю. У нас две банки открытых стоят. Каким-то образом мы открыли их две. Подорожало за 8 евро. Фисташковая паста. Обалденно вкусная. Мед. Мед испанский. 6,49. Кленовый сироп. Зая, хочешь кленовый сироп? А я хочу. Ну, что-то мы решили взять, попробовать. Вот этот вот мед. Написано органик. Посмотрим, какой он будет на вкус. Хочу вам показать вот эту вот кашку. Две упаковки. Тут 4 вида овсянки с разными вкусами. Стоит 10 евро. То есть, получается, 8 пакетов. 16 пакетов за 10 евро. Очень вкусная. Мы покупали в прошлый раз. Уже практически съели. Вон, кстати, кокос и чья. Это просто овсянка. Вот такие вот. Смотрите, тоже овсянка со всякими орешками, хлопьями. Сколько? Мюсли с шоколадом. 11 евро за 1,5 килограмма. Ну, вообще шикарная цена, по-моему. Ну, у нас пока есть. Так. Ой, а вот какое красивое. Ну, не знаю, как на вкус. С чёрным шоколадом и клубникой, и малиной. 907 грамм. 12,99. Надо будет как-нибудь попробовать. А вот какая овсянка аппетитная. 13 евро. И последний раз продаю, да? Угу. Вот это вот новинка. Такого не было. Смотрите. Молотые семена льна. Производство Канада. Кило 200 за 8,49. Ну, мне кажется, шикарная цена. Вон, добавлять смузи. Добавлять всякие салаты, супы. Вон, в блинчики. Ну, вообще, я знаю, это полезная штука, правда? Слушайте, ну, здесь ещё круче набор. Здесь семена, тыквы, льна, семечек обычных. Чия, ибая, и годжи. Короче, за кило 11,49. За мороженые белые грибы 9,49 за кило. Такие себе, неплохие. Можно попробовать. Клубника замороженная для смузи. Вот, вообще, смесь всяких там ягодок. Тортики. Тут дают шоколадки. Милки. Пробовать такие печенюшки. Короче, сегодня нам везёт на всякие пробования. А тут вот такие вот штуки. Вот такие вот штуки. Короче, сейчас напробуюсь, и потом дома не буду ничего есть. Так, тут дают палочки пробовать. А там дают ликёры. Короче, можно взять ликёр и закусить палочками. Как вам идея? Сырочки. Вот такие вот ликёры. Можно выбрать, какой хочешь. Но я не хочу никакой, если честно. Бутылочка этого шампанского, помните, здесь стояла? Так и не завезли ещё одну. Ну, а здесь начинаются всякие вкусняхи. Смотрите, какие булочки. 10,99. Вот такая вот упаковка. Да, бутербродики. А что, здесь ничего не дают пробовать? Обалдеть. Моцарелла. Три банки. Три банки, три банки. Бесценная. Тут за чем-то тоже стоит очередь. А вот смотрите, что есть. Морская капуста. Это тоже что-то новенькое. 9,99 за кило. Мы приехали купить фарш. Все рассказывают, что здесь очень вкусный и классный фарш. В прошлый раз его не было, а в этот раз, я надеюсь, есть. Да, вот он. Блин. Тяжёленький. Вот в такой вот упаковке. Видите? 9,99 за кило. А вон как готовят их курии в больших таких печах. Они там крутятся и очень вкусные получаются. Вот эти курочки, которые стоят по 7 евро за курицу. Блин, тяжёлый фарш. А родственники мои куда-то ушли. А здесь их знаменитые вкуснейшие салатики. Вот этот вот салат Цезарь. Он очень вкусный. Стоит 9 евро. Но он того стоит. Вот этот салат Хоп мы ещё не пробовали. Смотрите, тут всякие. И цены сверху, видите? Круастаны вон за 10 евро. Такая упаковка. Вон такитос куриные, видите? 13,99. Ну, короче, всё очень вкусное. Нам надо порошок. И у нас уже он закончился. Мы никак не можем нигде купить. А мы когда-то здесь покупали целое ведро. Вот такое вот, по-моему, порошка. Сейчас мы его найдём. Посмотрим. Почём оно? Нет, это всё-таки не оно. Это в порошке. А я покупала в капсулах. А в капсулах... Это... Это вот это. Да, да. Это оно. Уже закончились вот эти вот финики. И надо их взять ещё. Паковочка 12 евро. У них всегда очень вкусная клубника. Ну, правда, сравнительно дорогая. Потому что... 5,99 за 680 грамм. А вот это вот, знаете, что такое? Это называется... Боже, как же это называется? А-а-а, вылетела это... Ниспер. Прикольная штука. Я её ела только в Испании. Ну, не знаю. Она 100% продаётся ещё где-то. Ну, а тут даже написано, что оно испанское. Прикольная веса. Возьмём пару огурчиков из Альмерии. За 2,19. Вроде ничего так. Твёрденькие. Здесь, конечно, вообще в этом холодильнике так холодно. Вот мои любимые маленькие огурчики. Может, лучше их взять? Наверное, да. Зачем нам эти большие? Если мы можем взять вкусные, маленькие. Вот, например, вот такие. А здесь рай для сладкоежек. Сколько всяких маффинов, всяких донутсов. Какие-то пироженки, сладости. Вон, какие-то эти... Как это называются? Арабские эти сладости. А мы идём за хлебом. Так, а что они уже по 3 продают? То были по одному, по два, теперь по три. Какая крутая палатка. Ну, со скидкой всего лишь 2000, а стоило 3. Неплохая скидка, правда? Первый раз возьмём попробовать вот эти вот креветки. 12 евро за кило. А, 23 евро вот такая вот упаковочка. Пока мы решили взять курицу, курицы все разобрали. Ну, надеемся, сейчас будут новенькие. Ждём курочек. Ну что, я дождалась курицу свою. И идём уже на выход. Ну, какая палатка классная. Тут всё классное, мне кажется. Ну, ничего себе, какие свечи. Запах просто обалденный. Ну, если честно, то цены тоже. А вот эти вот ножи ниндзя. Я только недавно смотрела. Смотрела, что там от них. Называются «Зоехали за фаршем». Получается, чтобы выйти, вам нужно опять предъявить карточку. Потому что без этого вы не сможете расплатиться. А, там ещё. А, ты как? Ты как? Я надеюсь. Ага. Всё просто дорожает. Короче, мы практически ничего не купили. И потратили 200 евро. Это трындец. Цены, конечно, растут с каждым днём. Всё, поехали мы домой. И всем хорошего дня. И обязательно отвозим тачку на место. Я вообще терпеть не могу. Когда их бросают. Вот так вот посреди стоянки уезжают. Неужели так сложно сделать вот так? И всё. Небо красивое, да?